В транспортной блокаде рискуют оказаться жители сразу двух малых сел Харачули-Кирова в Таштыбском районе. Долгие годы связью с внешним миром для людей была зимняя автодорога через реку Абакан. Но вот уже второй сезон сельчане штурмуют переправу на свой страх и риск. Власти отказались от содержания и теперь она, по сути, вне закона. Дорожно-транспортная проблема в репортаже Константина Кравцова. Вооружившись ледовым буром, сотрудники МЧС решили выяснить, каково состояние льда на единственной в республике зимней переправе. Метровая толщина пока опасений не вызывает. Только вот дорога эта между Арбатами и селом Харачуль вот уже два года как вне закона. Денег на ее содержание республиканские власти не выделяют. Мы понимаем, что на сегодня нет таких сил и средств для того, чтобы ее закрыть и перекрыть, эту ледовую переправу. Есть сообщения между двумя поселениями Арбаты и Харачу. Людям так или иначе нужно общаться. Перекрытие зимника сулит для жителей того берега целый ворох проблем. Дорога напрямую от Абазы, например, для пожарных или скорой помощи, занимает 15 минут. А в объезд час-полтора. Несмотря на то, что местные власти здесь установили запрещающие таблички, люди все равно едут. Для них это самая удобная и единственная связь с внешним миром. Мы уже пришли к тому, что если мы ее здесь закроем, завалим и перекроем ход, они могут найти в другом месте. А там нет, как бы сказать, того, что вдруг там лед будет тоньше. Полынья под снегом, люди провалятся, утонут, еще хуже будет. Куда уж хуже сетуют местные. Для многих деревенских зимник единственный способ запастись провизией перед летом. Ни одного сейчас магазина нету. Был магазин от железной дороги в Хараджуле. Тот тоже закрыли. Поэтому ни хлеба не привезти, ни продуктов питания. Чтобы завести корма, пиломатериал, дистопливо. В поезде, который предоставляется нам, просто не впускают нас с таким грузом. Потому что вагон ходит пассажирский. В республиканском Минтрансе сообщили, что в курсе проблемы. Но в этом году денег на содержание дороги не выделено. Потому что якобы лед схватился поздно. Что будет осенью, неизвестно. Ну а пока люди двух сел на свой страх и риск продолжают жить.